Ох и время настает, все вокруг цветет, поет, зеленеет и растет, красота как будто рай, вот таким бывает май, настроение поднимает, в тело силы добавляет, окрыляет, исцеляет, о любви напоминает, вот таким бывает май, ты его не прозевай. 18 мая, день Ирины, назван в честь святой великомученицы Ирины. В 12 лет ее решили выдать замуж, но она уже была избрана Богом, остаться Девою и послужить примером тысячам людей. Об этом ей во сне сказал ангел. После этого ее обручил ученик апостола Павла в вере христианской. Она стала каждый день поститься до вечера. Вечером съедала небольшой кусок хлеба и выпивала одну чашку воды. Отдыхала недолго на голой земле. День и ночь проводила в молитвах к Богу. Немного о подвигах святой Ирины. Ее родной отец, князь той местности, приказал ей принести жертву языческим богам. Она отказалась. Князь, родной отец, приказал ее затоптать конями. Когда приказания начали исполнять, пришел он сам, чтобы видеть смерть ее. Но один, самый свирепый конь, оторвался от привязи, бросился на отца и, схватив его правую руку, вырвал ее из плеч, затоптал до смерти князя. Конь же, убивший отца, по Божию повелению возопил человеческим голосом, так ублажая святую мученицу. Блаженна ты, голубица Христова, поправшая змея. Славна ты на земле и будешь с любовью принята на небе. Ты будешь ликовать среди праведных. Тебя ждет свет вечный и чертог бессмертного жениха, как мудрую и мужественную девицу. Будучи женщиной по природе, ты выказываешь храбрость воина. Когда со святой Ириной сняты были узы, она воскресила молитву своего мертвого отца и исцелила его руку. Видя такое чудо, уверовали во Христа, князь-княгиню и много народа. Ее пытались перепилить пилой, не получилось. Привязали к мельничному колесу, чтобы оно в своем вращении истерзало ее. Но когда пустили воду под колесо, вода остановилась. Далее были ослеплены по ее молитве враги, хотевшие погубить ее город. Вообще ее укрепил в вере сам Христос и в теле забрал в Царствие Небесное. В народе Теде назвали днем Арины Рассадницы. Крестьяне продолжали производить посадку овощей. Высаживая капустную рассаду, приговаривали. Не будь голенаста, будь пузаста. Не будь пустая, будь тугая. Не будь красна, будь вкусна. Не будь стара, будь молода. Не будь мала, будь велика. Приметы. Если рассада много воды впитывает, будет сухой покос. Если почва не убирает в себе воду лето, будет дождливым. Кошка траву ест, значит скоро дождь пойдет. Много хвоща полевого, будет богатый урожай овса. Интересный комментарий на тему геморрой я его вылечил. Кстати, он идет у меня на первом месте. То есть геморройщиков огромное количество. То есть людей с проблемами сосудов огромное количество. Их становится все больше и больше. Итак, значит, левани. Говорят, помогает при наружном геморрое. Средство для сужения сосудов, которое сделано для носа. Его зовут СНУП. Его следует распылять на геморрой. Говорят, что он имеет мгновенный эффект. А вы знаете, я тут согласен, что он имеет мгновенный эффект. Если там сосуды расширены, там есть застой крови и так далее, и так далее. Эффект мгновенный. Но вы вот попшикали себе, значит, на это место. Добились эффекта. И если вы не понимаете причины образования геморроя, то есть вообще не работаете с этими причинами, он у вас опять возникает. И вот как, смотрите, средство для сужения сосудов, этот СНУП, вы при каждом насморке закапываете, он у вас постоянно, этот насморк. То же самое будет у вас и с геморроем. Попшикали, вроде помогло. Потом опять, потом опять, потом опять, потом опять. Опять-таки, включите свою голову. Должна быть разумность. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо-Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok